21.08.2024 год. Высовем Соскин. На большем канале. Соскинью смотрите. Там же такие классные, уникальные материалы для вас там. Потихоньку там, я так не напрягаюсь, конечно, но уже, слава богу, там у нас больше 17 тысяч подписчиков. Мало, конечно, но ничего, сколько есть, и то спасибо. Ну, давайте вот про что. Все так, как бы сегодня, да, про Путина, да, про Рамзана Померзана, кадырчика нашего, да, про этот самый квартал Путина будет имени строить. Он для своего тейпа в Грозном. За деньги славян православных. Молодцы, сдавайте деньги на строительство квартала. К этому, как его называют, Кадырову. Ну, это ж такое придумать. И его женам, и его детям, там их знаете сколько. Он очень, он быстро размножается. Он даже быстрее, чем Илон Маск размножается, и Дуров. Притом, Кадыров так это практически размножается. Уже он на целый квартал размножился. Ну, и Путин теперь будет у него теперь тоже почетным членом. А, говорит, почетным, почетным, а по нечетным каким будет членом. А, говорит, члены бывают действительные и недействительные, да. Есть член-корреспондент и действительные члены. Вот. Он будет почетным жителем, членом этого квартала. Ну, вот Рамзан, померзан. Вот, находчивый мальчонка. Ну, давайте вот про что. Да, Медведев же тоже отличился, Дима, в телеграм-канале. Наконец-то, говорит, все встало на свои места. То, говорит, не стояло. А теперь все на свои места встало. Вот. Давайте теперь про Зеленского. Я так думаю, у него тоже все, теперь мы видим, встало на свои места. А то же мы не понимали. А теперь уже как-то прояснение началось. Мы стали все понимать, что ж там он задумал наш, так сказать, главный. Этот самый величайший из величайших артист больших и малых театров. Уже ж недействительный президент в государстве, где не действует конституция. И уже нет верховного законодательного органа. И вот два с половиной года уже этой рубки будет геноцидно-террористической. Путину, оно надо было ему. Подвели его рефлексы, конечно. Ну, да ладно. Так что же стало у Зеленского на свои места? Да, смотрите. Мне пишут очень многие. Говорят, Олег Игоревич, обратите внимание в комментариях, что идут, оказывается, аресты. Фамилии названы. Юристов, адвокатов, которых арестовали. И держат в фашистско-сталинских застенках зеленых в Украине. Потому что у нас уже фашистско-гитлеродская-сталинская диктатура в стране. Однозначно диктатура. Концлагерь уже. Людей не выпускают по половому признаку. Это на Западе вообще бы с ума сошли. Уже бы этого Зеленского просто на клочки бы. Это чтобы там преследовали, например, женщин или мужчин по половому признаку. Украине преследуют. Мужчин преследуют, похищают, терзают, мучают, убивают. Потому что их бросают без их согласия на бойню. А бойня не в чьих интересах? Это в интересах правящего режима бандократии. Государство стационарного бандита. Во главе с нелегитимным, захватившим властью, зурпатором Зеленским. Что-то непонятного. Это же не для людей эта бойня. Бойня идет для того, чтобы отдать землю. Например, Блэк Рокс этому Флинту или как там его. Вопрос же простой. Откуда у него взялось 15, уже 16 триллионов долларов в управлении? Откуда у него эти деньги? Чьи это деньги? Ни у кого столько не было. А у него бац и появилось. Как такое может быть? Он создался там где-то в 2008 году. Сейчас 23-й. За сколько там? За 10 лет считайте. Меньше. У него в управлении при его капитале компании. Все 90, даже меньше миллиардов долларов. А он управляет такой суммой. Кто ему дал? Значит, ему дала фашистская, исламская матка. А кто ему еще мог дать? У кого такие деньги есть? Расскажи. Только у наркомафии, у колумбийской мафии могут быть такие деньги для отмывки. Например, у героиновой мафии, у талибана могут быть какие-то деньги. Но самое главное, это естественно, вот Катар имеет, Кувейт имеет, Оман имеет, Саудовская Аравия имеет. Эти могут дать деньги. Но теперь мы видим, что этот Хамас имеет, видно, Насрала тоже имеет миллиарды. Если этот Хамас имел этот, которого свои же шлепнули, потому что он крысой был. Если у него семья управляла 15 миллиардов, так что куда он их дал на рост, на сбережение? Вот туда и отдал. Нет? Или не так? Или я неправильно думаю? Так вот, что Зеленский сейчас? То есть, получается, это очень важная информация, что арестовывают юристов, адвокатов, адвокатские ассоциации молчат, юристы молчат, все молчат, я удивляюсь. Это ж потом ваша очередь будет. Ну, вот смотрите, князя ваш арестовали, правильно, который Верховный суд был председателем? Нет, что он там, типа, что-то взял, а что, другие не берут, да? А нынешние нет, ничего, никто не берет там, нет. Когда там он, кого там, по Пукачу говорил, по Гангазе, по Кучминя, там все нормально. А если покопаться, нет? Витя Пенчука спросить, нет? Как думаете? Так вот, это первое. Это, конечно, отвратительное явление, мерзкое. Но оно вписывается в всю модель Зеленского и его хозяев. Смотрите, Блумберг опубликовал, сегодня у нас 21-го, 20-го, поразительную информацию. Такая она очень для нас важная, что Зеленский лично звонил всем странам, лидерам, чтобы они, ну так, Блумберг мягко высказался, чтобы они, мужчин, граждан Украины, мужчин, граждан Украины, каким-то способом в Украину выгоняли. Вы вообще представляете, что он говорил? Но это преступление, это натуральное преступление. Так же, как преступление, что Зеленский спровоцировал Путина на войну, что Зеленский, не имея полную информацию, той же Харрис Камалы, которая специально в Мюнхене по поручению американской разведки, Байдена, всех остальных, передала ему информацию по поводу вторжения в Украину. Перед этим ему тоже была передана информация. То есть, вместо того, чтобы парламентско-президентской республике осуществить немедленно слушание в Верховном Совете данной информации, проанализировать, принять решение, постанова должна была быть Верховного Совета. Зеленский предложил всем шашлыки жарить, помните? То есть, Зеленский совершил антиконституционное преступление. Он вскрыл информацию, значит, ему должен был импичмент или как? Или я не понимаю, что-то. Где этот Тимошенко, блин? Где этот Порошенко? Где этот Притула, Голос там? Где вы все? Куда вы все попрятались? Так же нельзя. Так делать нельзя. Вы за это будете отвечать. Вы что, думаете, так это все закончится, что ли? Ну, Юля, уже ж, ну, ладно. Ну, Порошенко ж тоже достаточно опытный. Боже мой, уже что, прошел столько всего. Вы думаете, что вас прикрывает кто-то? Да не прикроют, сдадут сразу. Я удивляюсь Тимошенко. Тем более там у нее, ну, хотя, с другой стороны, она попала, видимо, под Ахметова все-таки. А там уже все понятно. То есть, ей уже оно как бы так. По этому самому. То есть, мы с вами видим очень нехорошую ситуацию. То есть, как бы положено, надо было бы сейчас проводить процедуру импичмента по отношению к Зеленскому. Я так понимаю, будет процедура импичмента по Байдену. Потому что уже доклад сделан, что деньги он все-таки, видимо, с семейкой своей больше 20 миллионов уныкал. И поэтому придется сейчас ему за это отвечать. Вот. Ну, это отдельно давайте сделаю. Почему? Потому что у Трампа подает рейтинг. То есть, Камала просто... Смотрели такой фильм классный был в советские времена? Вий назывался, да? Там, где паночка одна, дочка, там это села на этого бедного... Как его... Учащивайся. И летает на нем. Так вот, эта самая паночка тоже вот села на бедного Трампа, оседлала его... А, ну, еще есть такая же тоже сцена в этом. Мастер и Маргарита. Помните, там тоже очень похожая сцена. Там, эта девушка красивая, как она там летает, намазала с чем-то и летает на этом, которого она в свинью превратила, да? Что-то он так... Ну, Трамп, конечно, у нас красавец. Но, тем не менее, ассоциации возникают, да? А там она летала на Хаме, да? На Хаме летала. Хамаш там, да? Ого, Галави. Вот, так вот, видимо, этому Трампу придется срочно делать корреляцию процесса, потому как Камала на нем уселась. Мелания молчит, Иванка тоже что-то, это самое, этих мышей не ловит. Вот, и бедный не успевает. Раз, он туда, он сюда. Пуля пролетела, и ага, просвистела, да? Ага, говорит, шашками на голову. Да. Ну, ладно, давайте мы про Зеленского. Так вот, Зеленский, оказывается, очень настоятельно рекомендовал всем лидерам, кому он не звонил, это, чтобы они отсылали, выгоняли из своих стран украинских мужчин, потому что они здесь нужны Зеленскому на мясо, для того, чтобы быстрее освободить вот эти пахотные земли, чтобы их отдать в аренду, там, или Саудовской Аравии, например, фонду какому-нибудь, или вот этому, транснациональной корпорации, этому. Как его, Блэк Рок, там, или еще кому-то сдать их, эти земли. А кто ж будет освобождать? Там сейчас появилась информация, что, оказывается, много все-таки наемников воюют, и в том числе в Курской области американские наемники, целая эта структура ЧВК. Ну, и она же, видимо, не одна, но все равно, ну, так это же им же платить много денег надо, причем не гривнями. А тут, ну, свои же, как бы, взял, загнал их, да и все, и сразу сколько задач решил, представляете? Вот. И какие-то земли освободил от лишнего населения, и население само уничтожил, чтобы оно не размножалось, и некому было претензии Зеленскому и Ермаку предъявлять, и Лене Зеленской, и папе, и маме Зеленскими сватам. И Ермаку тоже, и этому Шумерову потом. Вот. Ну, и опять-таки, хорошо, потом крымские татары всю Украину заселят будет, крымская татария. Ну, и другие народы же тоже в очереди стоят. То есть, неплохо получается, да, этот Беркут говорил, что там же вот целый кусок надо отдать. Игорь Беркут. Ну, он потом стал Беркут, ну, испеснишь слов, не выкинешь, что написано, что, как это, написано, пером, то не вырубишь топором. Слово не воробей, в Африку не улетит, или вылетит не поймаешь, или как. Вот. Так что Зеленский молодец, он хорошо работает. Но это важно, то, что эта информация теперь публично, вот, серьезнейшим образом оприлюднена. То есть, была бы оппозиция, она бы послала сейчас запросы всем лидерам этих, их законодательных органов и исполнительных, узнать, было ли такое вот требование со стороны Зеленского. Но оно вообще, это преступное, это злочинное, злочинная вымога. Вы что, не понимаете, что это значит? Или нет, не понимаете? Вот. То есть, аресты юристов, адвокатов, силовое похищение мужчин, оскорбление, угрозы со стороны. Тут же оказывается, что очень многие те, которые, типа, военкомы, их не проверяют на эту самую, на адекват психический. Что у них, ну, это известно, это же они все имеют по этот поствоенный синдром. Это описано. Их вообще нельзя к этой работе привлекать. Они должны где-то рыбу ловить, там, вышивать что-нибудь должны, там. Самое лучшее, это когда их используют, когда они что-нибудь шьют. Им надо такая успокаивающая работа. Достаточно монотонная, спокойная, успокаивающая работа. А их посылают, слышите, чтобы они вылавливали мужчин. Ну, так это же будет смертоубийство. Нет, не понимаете? Ну, поймете. Дальше идем. Смотрите. Уже мы видим, что Зеленский, как бы, четко сориентировал. Будет 6-го числа, будет весь сентября, Рамштайн. Проводить его будет этот министр обороны Остин. Ну, уже хорошо, он уже так, как бы, в форме, все у него в порядке, так, вроде как. И речь будет идти об оружии. И американцы просят Зеленского, Сирского, что вы же объясните. Мы не до конца понимаем ваши цели в Курской области. Ну, они еще только про Курс думают. А Зеленский, Сирский, у миров уже думают про Брянск. У них и там цели есть, и в Белгороде есть, и не только. Поэтому Зеленский выступил. Он говорит, давайте оружие. Ребята, мы же обещали, что же такое, где оружие. Поэтому они уже, западных этих союзников, крыша поехала, они уже не понимают, что происходит. Потому что этот чешский президент говорит, так, может, мы их давайте в НАТО примем, как по Киссинджеру. Как Помпео взял план Киссинджера, говорит, давайте их примем, потому что мы не знаем, что они еще дальше наделают. А что они делают? Уже понятно, что они делают. Уже Зеленского, как бы, он мосты все сжег за собой. За ним пылают эти самые, как это там, солдаты группы, центр, идут, да, на первый, второй рассчитайся. А каждый второй тоже герой в рай попадет за тобой, да. Все горит, да, все горит. Вот, вся Курщина уже горит, но это только начало, ну, не вся еще. Еще ж Брянщина и Белгородщина загорятся. Да и, видимо, уже под Москву идут, уже этот там паренек у него есть такой, который в украинской правде работал, кажется, да. Вот, а теперь он сравнивает, говорит, что это прямо кто там, Владимир Великий или Мономах, что-то я не усек, надо посмотреть. Что Зеленский, это тоже Володя, а тоже он Мономах или Великий. Мономах, правда, что провел в 1160, может, ошибусь немножко, ну, где-то там, 1160 какой-то, может, девятый, может, раньше. Провел его киевляне и другие граждане городов Руси, они потребовали, чтобы была проведена, сейчас я попробую вам точно сказать, 1000. Значит, это было после того, как умер Ярополк, который построил Софию. Значит, это было 1100, где-то 1100, да, наверное, 165, наверное, или что-то такое, перед Мономахом. Ну, он проводил этот съезд князей Руси, и тогда были все эти изгнаны, вот, так же, как в Испании они были и в Британии изгнаны, ну, и в Украине их тоже, ашкеназов изгнали. Да, вот, Мономах, так я не помню, с кем он его сравнил, с Мономахом или с Владимиром равноапостольным. Но тогда ему надо креститься или как? Вообще, интересные такие заявления сделал парень, очень интересные. То есть, Зеленский, он, так это, вот, уже, как бы, он считает, что он, типа, верховный уже такой правитель, и уже он может вырастать в демиурга потихоньку. И вырастает, вырастает, и, собственно, уже так, ну, ничего себе, уже он имеет кусок земли на территории Российской Федерации. То Путин говорил, что он захватит Украину, а тут уже захватил, сколько уже, тысячу, сегодня 21-е. Зеленский сказал, что было на 20-е захвачено на вечер 1260 квадратных километров. Там есть такой обманутый россиянин, такой интересный парень, хороший такие, делает ролики, кажется, обманутый, да. Так у него там стоит 1250 квадратных метров. Нет, километров. Может, там просто что-то, ну, короче. Короче, 1265 квадратных километров. 93 населенных пункта. Ну, я думаю, сегодня будет еще больше километров и пунктов. Вот. И, как бы, пока никакого, как Путин, этот, Медведь, Дима говорит, Медведе, все стало, наконец, на свои места. Вот, что, вот, чем больше, получается, захвачено, вот, то не было. А когда стали захватывать, все стало на свои места. Ну, у Зеленского все стало на свои места. То есть, Деленский, делаем первый вывод, идет, осуществляются массовые репрессии, как в фашистско-коммунистических государствах, в Советском Союзе и в Гитлеровской Германии, по аресту юристов и адвокатов, чтобы они не могли защищать мужчин, которые не желают идти на смерть, обслуживать интересы транснационального мирового капитала. Второе. А Зеленский наступает в Курской области и ориентирован забрать все как можно больше. Третье. Зеленского не интересует ни Торецк, ни Мирноград, ни так называемый Нью-Йорк, ни Покровск, ничего. Они считают, что это вообще, типа, очистка земли от донбасского бароната. Вот и все. Четвертый пункт. Зеленский ориентирован на то, чтобы расширять свое пространство, и они сейчас увеличат налоги. И Международный валютный фунт уже сказал, что это хорошо, что будут подняты налоги. То есть, это финансово-экономический геноцид. Зеленскому абсолютно все равно, что растет долг. Понимаете? Что кладбища становится все больше, что страна в дефолте, страна банкрот. Они определились, что Зеленский должен, это величайший вождь, который должен идти на Москву. Ну и важнейшая вещь, то, что мы с вами говорили, что, оказывается, Зеленский звонил всем лидерам, получается. О том, что они должны высылать граждан Украины по половому признаку, если они мужчины. Ну и последнее, наверное, важно сказать, что понятно, что операция, там есть американские наемники и другие. И операция была разработана, видимо, стратегическим центром, комнатой этих ситуаций стратегических Соединенного Королевства, которое патронируется, контролируется МИ-6, ну вообще английской спецслужбой. Нехило, правда? Вот такой я вам бы сделал сегодня небольшой анализ. Ну и можно уже как бы утверждать, что на Курской области никто не остановится. Мужчин будут ловить, гнать дальше, но в конце концов это должно привести к какому-то внутреннему, я полагаю, взрыву. Ну, может, уже рабское сознание настолько укрепилось в молодом поколении, и они, вот это 80-е годы, 90-е, 2000-е мужчины стали настолько как бы инфантилами и индифферентно индивидуалистами, что они уже не в состоянии, у них нет чувства солидарности. Плюс они, у них есть такая черта, что они считают, что они уже тоже, что они все знают, они боги, и они позволяют себе нагло вести себя со старшими, то есть нет уважения. А это нарушение Божьей заповеди, когда дети восстают против отцов. А тогда по Божьим заповедям, читайте, там этих детей ждет смерть. Бог от них отворачивается. Поэтому думайте чуть-чуть, мозги, если можете, там же есть у вас, включайте, потому что время опасно идет, очень опасно. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok